Саш, вот так не будут видны тапки мои? Нет. Просите молоко за вредность после общения со мной. Так же вы хоть скажите. Можно я чуть-чуть передвину? А там нас тортик ждет. Ой, три, два, один, записи. Все было замечательно, великолепно, ровно до тех пор, пока не возникло необходимость жить под одним потолком. Вообще дети тяжело переживают разводы. Просто я что-то сделаю, она потом сидит к папе, жалуется, плачет и рыдает. Мне бы хотелось, чтобы она принимала правила моей семьи. Сейчас все говорят, выставить нужно границы. А как их выставить? Мама, возьми меня там в Каир, в университет. Она говорит, ай, иди ты там лесом, понимаете? Настя, вот все, что на тебе надет, это купи на завики на деньги. И она придет, будет здесь на лотке помидоры продавать, и я буду ее кормить. А я не хочу. По сути дела, мы сейчас говорим о каком-то формировании тревожности. Те родители, которые постоянно поддерживают и на руках носят своих детей, то эти дети практически неудачники. Самое главное, не дать ни малейшего повода для вознаграждения. Ваша задача просто не испортить человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день. Я Елена Яковенко, нейропсихолог. Давайте с вами познакомимся. Расскажите о себе. С каким вопросом вы к нам пришли в студию? Здравствуйте. Я Виктория. Пришла с вопросом о воспитании подростков. Ситуация немножечко усложняется тем, что дочь-подросток моего супруга от предыдущего брака. Как со своим ребенком общаться, я понимаю. Есть сложности, но свой ребенок, свой ребенок. А к чужому хочется как-то подойти осторожно, добрее. К сожалению, с дочкой моего супруга у меня нет никаких отношений. То есть от слова совсем никаких. Ни плохих, ни хороших. Маленькое предисловие важное. Значит, супруга моего нынешнего, бывшая супруга моего нынешнего мужа бросила их, когда девочке было 10-11 лет и уехала за границу к новому ухажеру. А сколько лет сейчас девочке? Девочке в мае исполнилось 18. И все это время она была с папой? Все это время она была с папой. Ну, я была на фоне. Обычно говорят, что женщина бросает мужчину, да? Она не бросает ребенка. Здесь классические случаи она бросила ребенка. Она не сделала никаких попыток ее забрать с собой. И когда Настя встала вопрос о поступлении, она позвонила ей и попросила, типа, мама, возьми меня там в Каир, университет. А она говорит, а иди ты там лесом, понимаете? Мне супруг предложил сразу вместе жить, но я сказала, что давай пока по отдельности поживем, потому что у меня мой сын, ему вот в августе будет 13, у него органическое поражение мозга, он сложный ребенок, да. Есть определенная специфика всего, он учится в интернате. Вот. И я говорю, сейчас твоя дочь, которая вся в истерике после случившегося, плюс мой ребенок, говорю, я не выдержу. У нас с тобой начнутся конфликты, мы с тобой разойдемся. Поэтому давай по отдельности жить. И, собственно, там вообще ситуация страшная. Они жили у бывшей супруги, она улетела, и теща бывшая их просто выгнала. И я пустила их жить в квартиру своей мамы. Это в двух кварталах от меня. Собственно, мы постоянно были на связи, мы каждый день виделись, я готовила ему есть и прочее, прочее. И когда супруг задавал мне какие-то вопросы в отношении девочки, он же не понимает, как девочку воспитывать, тем более он с 15 лет в погонах. Он вообще девочек видел там только до 15 лет. Я давала советы, все было замечательно, великолепно, ровно до тех пор, пока не возникла необходимость жить под одним потолком. Необходимость возникла год назад, потому что такая финансовая ситуация, что захотелось сдать квартиру. Вот. И они переехали ко мне. У нас не было открытых конфликтов ни разу. Я никогда не вступала с ней в открытые разговоры, диалоги, замечания. Никогда. То есть если я видела, во-первых, если у мужа были какие-то вопросы, как у девочки было созревание, с этими всякими прокладками, он приходил, он меня спрашивал. Когда были какие-то конфликты у него с дочерью, он приходил, меня спрашивал. И я уже так привыкла через него общаться с Настей, что это продолжается по сегодняшний день, а ей уже восемнадцать. Да, я продолжаю с Настей общаться через супруга. Знаете, как подростки манипулируют? Очень тихо. Вот. Очень яркий пример показательный. Я готовлю... Собственно, я только что озвучила, что я все время готовила им есть, и Настя привыкла к моей кухне. Она переселилась ко мне в дом. Еда та же самая осталась. Она заходит утром на кухню, спрашивает, Вика, что вы будете готовить? Я говорю, то-то, то-то, то-то. Она, окей, хорошо. И пошла там в свою комнату. Вечером мы садимся за столом, говорит, я это есть не буду. Но ты же утром видела, ты могла мне сказать, что, Вика, я хочу что-то другое, там, ну, как-то озвучить свои мысли. Ну, вот так. Это вот один из примеров. И, собственно, вопрос мой в чем? Еще раз повторюсь, что я знаю, как со своим ребенком общаться. А здесь девочка и в сложном возрасте, и плюс без мамы. Я стараюсь быть аккуратной, и между своим ребенком лавировать, и между нею, и между супругом, чтобы никого не обидеть. Но выход, знаете, какой нашелся? Она опять уехала жить одна. То есть муж остался жить со мной, а она опять живет вот в той квартире. Она, когда живет со мной под одним потолком, ведет со мной партизанскую войну. То есть она в открытую не говорит ничего. Просто я что-то сделаю, она потом сидит папе, жалуется, плачет и рыдает. Хотя я ничего не делала, направленное на нее. Ой, Вика приготовила пиццу, а я хотела фалафель, сидит, рыдает. Ой, я хотела купить, типа, там, черные джинсы, Вика купила мне синие джинсы, сидит и рыдает. Хотя я совершенно откровенно и честно вам говорю, прежде чем что-то сделать, я всегда задаю ей вопросы. Настя, ты хочешь это? Окей. Настя, ты хочешь это? Пожалуйста. Никогда не было такого, что я втихаря пошла, что-то сделала, а потом, типа, для того, чтобы ее расстроить. Вообще никогда. У меня одно объяснение. Это вот ребенок вырос без мамы. Одно объяснение. У детей всегда будут возникать определенные трудности при появлении нового члена семьи, взрослого, к которому они, собственно, были не готовы. Я имею в виду новые родители. Всегда будут возникать. Вообще дети тяжело переживают разводы. Если это не случилось в бессознательном возрасте, когда, например, ребенку там был месяц, полгода, появился новый родитель, и как бы так они всю жизнь живут. И то даже в этом случае возникают трудности, особенно в подростковом возрасте, эти трудности возникают даже при наличии двух родных родителей. Все равно вот этот период, когда ребенок противостоит всему и всем, он все равно отражается. Ситуация такая запутанная очень. Но у меня есть несколько вопросов. Скажите, вы, вот вы говорите, мой супруг, какие ваши отношения к нему? То есть этот человек вам дорог? Конечно. Вы хотите с ним жить? Конечно, да. У нас великолепные отношения. Прекрасные. И аналогично с его стороны то же самое к вам. Ну, я не могу за него ответить, к нему в голову залезть, но по его поступкам, по его словам, отношению, да, он прекрасно ко мне относится. У меня нет замечаний. То есть вот есть что-то, что вас останавливает? Вот, например, вы переживаете сейчас, вот эта девочка является как камнем преткновения. Она не то чтобы камень преткновения. Смотрите, я из-за пандемии в прошлом году махнула рукой и купила, например, вот участок под Киевом, да? И очень хотелось бы иметь дачу. Все упирается в деньги. Я с удовольствием продала бы сейчас квартиру своей мамы, понимаете, построила бы дом, но я не могу, потому что там должен жить его ребенок. То есть камень преткновения в чем? Нам бы хотелось бы жить вместе. Не то чтобы тяжело, но я же вам говорю, я взрослый человек, у меня есть непростой ребенок свой, и когда приходит ко мне в дом маленькая девочка, ну, для меня она маленькая девочка, мне бы хотелось, чтобы она принимала правила моей семьи. А правила очень простые. Просто говори, что тебе нравится, что тебе не нравится. Нет, это все молча, из-под тяжка. Я ей скажу какое-то слово. Она пускается в слезы. Вы хотите от меня избавиться? А как муж относится ко всему этому? Он понимает, что это подростковый период? Да. Или он думает, что, может быть, вы, например, играете двойную? Нет. Он понимает? У него ко мне вопросов нет. У него вопросы к дочери. Он все время с ней разговаривает. Настя, 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 Настя. Ну, во-первых, вы должны понимать, что оба родителя сейчас в данном случае должны понимать, оба взрослых, должны понимать, что этот возраст, это все-таки подростковый возраст, тогда, когда вот эта полюсность поведения, да, говорит, амбивалентность, да, то есть люблю и ненавижу, хочу и не хочу, нравится и тут же не нравится. Это свойственно именно этому возрасту. Все это связано с очень радикальными гормональными изменениями и, собственно говоря, половым созреванием, да, и мы это с вами все знаем. Именно этому возрасту, где-то приблизительно вот начиная с 14 и до 19 лет, свойственна вот эта вот двойственность, когда плюс-минус и раскачиваются эти качели. Это нужно учитывать, это короткое время, через короткое время она станет взрослее и спокойнее, явно спокойнее. То есть где-то уже к 20 годам, если, ну, радикально не испортится просто характер, она станет явно спокойнее. Это, на это невозможно повлиять, это физиология. С этим нужно согласиться, смириться и правильно выстроить отношения. Я хочу кое-что подсказать в этом вопросе. Подростковый период, он достаточно сложный, начинается такой вот уже шторм подростковый, прямо откровенный. Начинается где-то приблизительно с 12-13 лет, и это будет продолжаться ярко до 17-18. Ну, где-то, может быть, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, но в основном это приблизительно 13-18 лет. Это такое ярко выраженное состояние, когда подростка штормит. Но, в принципе, даже этот возраст может проходить очень комфортно, если родители понимают, что, во-первых, это временное состояние, во-вторых, это свойственно этому возрасту, например, двойственность. И, в-третьих, самое главное, не испортить отношения в дальнейшей жизни. То есть именно в этом подростковом периоде нужно оценить свои силы, посмотреть, это мне надо, и я за это борюсь, или это мне не нужно, и оно все равно в жизни изменится. Я очень часто родителям объясняю. Вы понимаете, вот идет шторм, гроза, да? Ну, вы можете возмущаться, протестовать, садиться решать, а что? Есть определенные условия. Закрыть окна, да? Вот мы знаем, да, чтобы не было там, допустим, шаровой молнии и так далее. То есть закрыть окна, по возможности не пользоваться какими-то там открытыми электроприборами. Ну, мы знаем средства безопасности. И просто ее переждать. Кричать на грозу, возмущаться, там, высказывать недовольство, садиться быстро обсуждать, пока она идет. Бесполезно. То есть это природное явление. Вот точно так нужно воспринимать вот этот возраст, когда «Ой, я хочу вот этого». А я не хочу этого. То есть это физиология, и с ней, я всегда говорю, это нужно просто пережить, как стихийное бедствие. Вот этот период времени, когда появляется у подростка двойственность в поведении, это нужно просто пережить. Сегодня подросток говорит, я тебя очень люблю, даже самому любимому родителю. А завтра он ему же говорит, или даже сегодня вечером, он говорит, я тебя ненавижу, жить с тобой не хочу, вообще ненавижу, ты мне противный. Это типичная картина вот этой гормональных качелей. Значит, это нужно просто пережить, как стихийное бедствие. С другой стороны, как я сказала, здесь очень важно не испортить характер. То есть вот на почве вот этих качелей, как я говорю, гормональных так называемых, да, физиологических, подростковых качелей, на почве этих качелей очень часто портятся отношения. И так портятся, что уже потом, после 20, это люди, которые друг друга больше всего ненавидят. И не только со стороны ребенка, а и со стороны родителей. Бывают такие случаи, что я ненавижу его. Пускай она уже выбирается с моего дома, пускай она живет где угодно. Не могу просто вот, ну потому что выматывает. Это все зависит от исходных данных, ресурсов. И где-то потом, приблизительно после 35-40 лет туда попозже, потихонечку опять начинают сходиться близкие, да. Ну вот такой факт жизни. Этот факт, это не просто какая-то теория, это работает, это действительно так на самом деле. И вот теперь возникает вопрос, а как не испортить это отношение? Значит, что сейчас можно сделать? В первую очередь, вам, двоим взрослым, нужно выставить очень красивые, заметьте, я не говорю, сейчас все говорят, выставить нужно границы. А как их выставить? Вот нужно выставить красивые границы. Так, чтобы они действительно были красивыми и комфортными. Например, берем ту же ситуацию, которая у вас возникла. То есть, Вика, вы помните, что наша задача не накормить ребенка и не избежать конфликта, а не испортить его характер, потому что после 20-ти будет еще хуже тогда. Потому что уже после 20-ти вроде бы как нет гормональных качелей, но при этом есть характер, который явно выражается в свободе. Я вас ненавижу, я вас терпеть не могу, купите мне квартиру, я хочу жить отдельно и так далее, да, например. Поэтому сейчас нужно все эти вопросы решить, пока эта девочка еще, образно говоря, подросток. Значит, вот, например, берем простую ситуацию, которую вы нарисовали. Что ты будешь кушать? Ты хочешь вот это, допустим? Да, да, я буду это кушать. Ну, во-первых, нужно четко понимать, она это хотела или нет, или она просто сказала в момент. Да. А она в это время смотрела мобильник, и она вообще не слышала этого. Мне приходится очень часто к этому вопросу обращаться в беседе с родителями. Второй вопрос. Например, ты пиццу будешь? Да. А что да, и не услышала, да, потому что в мобиле было. Другой вопрос, да, буду пиццу? Я никаких претензий не имею к вашей кухне, потому что, может быть, вы вообще великолепно готовите и являетесь кулинарным блогером. Я не знаю этого. Но, например, вы же как хозяйка, понимаете, вы ставите пиццу, а она вообще не съедобна, ей не нравится. Вообще внешний вид. Она представляла пиццу совершенно другую. Вот такую пиццу. А вы поставили, знаете, как ей сделать домашние пиццы? Такая дрожжевая, пушистенькая, там много начинки, там всего добротная такая пицца. Она когда увидела, она сказала, я это есть не буду. То есть она себе нарисовала совершенно другое. То есть вот эти все моменты нужно учитывать. Почему? Потому что после того, как вы поставили, она не захотела есть, теперь самое главное, как повести себя так, чтобы остаться друзьями. А именно, вот вы поставили, я этого есть не буду. Нечего, просто заберите тарелочку, там же на столе что-то есть еще, ничего не комментируйте. Самое главное в работе с взрослыми детьми, вот взрослыми где-то уже после 13-14 лет, когда они уже могут высказать свои желания. И это сейчас будет касаться вот этой вашей девочки, вашего мужа на долгие-долгие годы. То есть самое главное, это ничего не сказать, не фыркнуть, не дернуть плечиком, ничего. Я это называю не дать ни малейшего повода для вознаграждения. То есть она психанула, а, собственно говоря, никто не повелся. Всем комфортно. Вот представьте себе, что мы сидим с вами вместе за столом, да, вот сидит еще ваш мальчик, я, допустим, Вика, вы муж, мальчик и эта девочка. Вам хорошо с вашим мужем? Хорошо. Вы с ребенком находите общий язык? Находите. Вы готовы послужить этому ребенку? Вы поставили все на крыль. Я это есть не буду. Тихонечко заберите, продолжайте дальше общаться. Пускай решает свою задачу сама. В крайнем случае можно сказать, может быть, тебе чай налить? Так, как будто бы это вздорный гость. Просто вздорный гость. Не дать, самое главное, не дать ни малейшего повода для вознаграждения. Вот это слово очень важное, чтобы оно не получило... Понимаете, подростки и дети, они не могут еще очень ярко продуцировать свои эмоции. И мы видим, что очень часто, ну мы очень часто говорим об этом. Вот дети наши вампиры, они с нас сосут энергию эмоций. Да? Ну такое неудачное сравнение, но сам факт, это действительно так. Дети и подростки, они не могут продуцировать яркие эмоции. Им нужна компания, с кого-то смеяться, с кем-то смеяться. А просто так у них это не получается. И очень часто в этом возрасте они подседают на подпитку от взрослых. То есть они достают, достают, достают взрослого. Взрослый психанул, криканул. Его трусит, поджилочки дрожат. Все выделилось нужное количество гормонов, дозу получил. Все, жизнь наладилась. Я самоутвердился. Поэтому я ей говорю, не давать никаких вознаграждений. Вам хорошо? Общайтесь вместе, дайте ребенку. Просто заберите тарелочку и продолжайте действовать дальше. И так в любом вопросе. То есть, например, попросила погладить, например, ой, я хочу завтра вот в этом платьюшке выйти. Вы погладили платье. Я не буду это платье одевать. А что у нас до сих пор не поглажены все остальные вещи? Просто повесьте платье на фон и пойдите занимайтесь своим делом. Ни слова. То есть наши современные дети, и вы знаете это не только от меня, а из средств массовой информации, они не научены решать задачи. Они не знают, что делать дальше. И получается вот эта бесконечная манипуляция. Я клюнула, меня клюнули. Я клюнула, меня клюнули. И вот этот бесконечный... Посмотрите на мультики. Там же сплошный конфликт. Все время трется. Поэтому первое правило, которое нужно освоить в работе и в отношениях... Ну, в работе-то я так уже говорю. В отношениях с нашими детьми и подростками, это не давать никакого вознаграждения негативным эмоциям. Можно я вам усложню вопрос? Давайте. Смотрите, я говорила, что я с Настей познакомилась, когда я была 10-11 лет. То есть то, что она сейчас умеет по хозяйству, по кулинарии и так далее, это все из моей головы. Конечно. Поэтому вот она вот эту фу, пиццу никогда не видела. Все, что я готовлю, она вот так вот прям с локтями съедает. Это вот конфликт появился, когда мы начали жить под одним потолком. Когда она с папой, смотрите, живет у себя, то есть в той квартире, в которой они живут, я приношу туда еду, она прекрасно ее ест. Я прихожу туда готовить, ну, например, эклеры классно вкусные, когда они из духовки, и мне проще там их приготовить, чем нести с собой, пока они опадут. Ну да. Вот, да. Она прекрасно их ест. То есть когда она с папой, вообще тишина, покой и благодать. Как вы думаете, почему? Вопрос во мне. Как вы думаете, папа меньше ее дергает, меньше замечаний делает? Нет, смотрите, папа подполковник, папа огонь. Я из семьи военнослужащих. У меня перфекционизм во всем всегда везде. Там непоглаженных вещей быть не может, плохой еды быть не может. Реакцию вот этой, о которой вы говорите, я не даю. Я не повожу плечиком, не фыркаю и не выясняю отношения. Я сказала, улыбнулась и ушла читать себе книгу, понимаете? То есть все, что вы говорите, все выполняется опять-таки. Спасибо моему сыну, спасибо его заболеванию, которое свело меня с психологом очень хорошим, который помогал мне в свое время разруливать ситуацию с моим Андрюшей. И очень многое я оттуда знаю, и это работает с моим ребенком и совершенно не работает с Настей. Особенности моего родного сына в том, что он, когда ему было около годика, он заболел атитом, получил инфекцию, у него органическое поражение мозга. В чем это выражается? Он очень отставал и продолжает еще отставать в развитии от своих сверстников. Он говорит на русском, украинском как иностранец. Он вот как-то не может он спрягать, не получается. При этом он учится в интернате, но по общеобразовательной программе. Он отлично соображает в плане обучения, но говорит он плохо. Ему тяжело говорить как-то артикуляционно. Меня мой сын научил вовремя рот закрывать, вовремя поворачиваться спиной и так далее. То есть благодаря Андрюшиной болезни я, несмотря на всю свою импульсивность, я понимаю, где, в какой момент мне нужно вот так вот, как рыбка, уйти на дно. Понимаете? Она когда живет отдельно, послушайте, золотой ребенок. Я не знаю... За счет чего? Папа меньше требований выступает? Меньше общается? Нет, папа огонь. Папа еще больше... Не общается с ней? Еще больше? Еще больше ее давит. То есть очень жестко? Конечно. Когда она со мной, я наоборот его дергаю. Костя, слушай, да не трогай ты Настю. Пусть она типа что хочет. Почему там Настя выпила чай, чашку не помыла? Почему здесь там что-то разбросано? Я вообще не вмешиваюсь во все это. У меня порядок, у моего сына все по стопочкам. Что там у Насти в комнате происходит, я не вмешиваюсь. Это не мое дело. Но послушайте, она взрослая девочка, я не буду за ней ходить убирать. Костя, наоборот, ее больше прессует, чем я. Если вы именно мое мнение спросите, почему она так себя ведет в моем присутствии, я все-таки женщина, а у нее очень плохое соединение с мамой. Ну да, это детская травма. Да, да. Слушайте, я столько литературы купила, предлагала занятия с психологом, чтобы как-то разрулить. Я говорю, Костя, дальше будет хуже. Ситуация-то настолько ранила, извините, ей 18 лет, она ни с одним мальчиком в кино не сходила. Понимаете? Я для нее напоминание того, что вот там где-то есть вот та мама. Я думаю, проблема в этом. Ну, боль, боль, да. Понимаете? Боль, что была мама, она есть, но ее нет. Ну, ее нет, и уже не будет. Это аксиома. Да, есть определенная боль. Да, понимаете? Ну, такие... Проблема не только вот в гормонах. Я понимаю. Как вы пробовали ее отогреть? Честно? Утешение, разговоры, литература, там вплоть до видео давала какие-то посмотреть, где психологи что-то говорят. Но я сделала над собой очень большое усилие. Я не могу сказать, что я из неблагополучной семьи. Нет. У меня... Мой папа умер, когда мне было 4 месяца. Когда мне был годик, мама уже вышла замуж, поэтому меня вырастил отчим. Но мама, к сожалению, не смогла родить ему родного ребенка. И он на этой почве начал выпивать, начали скандалы, рукоприкладство и прочее-прочее. То есть, с этой точки зрения, моя семья, мягко говоря, неблагополучна. Но я жила, например, в финансовом достатке. И я себя утешала, что, ну, хорошо, мне дали там по голове, но мне купили новые джинсы. Ну, я как-то находила для себя какие-то, знаете, плюсы в минусах. Вот. И я закончила школу в 90-е. Я голодала. У меня в доме еда была, это вода из-под крана. Потому что мама инженер села, вот так вот сказала, я не пойду на рынок польскими сумками торговать. Отчим устроился в кооператив, но денег он не давал. Я ходила по одноклассникам, питалась. Я закончила школу и я работала. А мама при этом моя сидела дома. Ну, то есть, мне было, что ей рассказать. И я вот это вот села, рассказала, выплакалась. Говорю, Настя, бывает хуже. Поверь, говорю, вот бывает просто хуже. Говорю, твоя мама... Сама отнеслась. Выслушала, улыбнулась, окей. А я вот прям так наизнанку. Я про ней показала, что Настя вот... Не просто хуже, а показала, что Настя, смотри, как мне было плохо и какая я сейчас. Вот мне было важно вот это показать. Говорю, я прошла вот этот путь, и я могу тебя взять за руку, и мы с тобой этот путь вдвоем пройдем. То, что мама твоя оказалась непередачным человеком, это вообще не крест на всем человечестве. Ну, ни разу. Есть ли проблемы у Насти? Думаю, что, скорее всего, есть, поскольку это подросток и девочка, которая пережила утрату мамы, то есть приживой мамы, без мамы. Однозначно есть какие-то проблемы формирования настиного характера. Однозначно есть проблемы формирования Викиного характера, потому что она тоже определенную вынесла травму из семьи, потому что там была дисфункциональная семья. В принципе, сейчас настолько тяжелая жизнь и настолько высокий темп жизни, высокие требования, что все мы в какой-то степени немножко задерганы, немножко раздражены. И это все однозначно отражается на отношениях, на построении отношений между близкими людьми, которые даже просто находятся. Два студента живут в одной квартире, все равно это в одной комнате, и это сложно, потому что жизнь такая. И поэтому сказать, что здесь только проблема в Настином характере или только проблема в Викином характере мы не можем, потому что даже если бы я сейчас начала жить с Настей, то наверняка у меня, учитывая все нюансы, весь мой опыт, знания, все равно тоже были бы проблемы, потому что это два разных человека, которые сошлись и живут вместе. А если бы у вас не было этой квартиры, что бы вы делали? Муж сейчас... Вот как бы вы выстраивали отношения? Да, муж сейчас ушел на пенсию, вот в июле месяце. Он дослужил 25 лет, и теперь у него там будет пенсия, он ищет как бы сейчас себе новую работу. На тот момент, когда мы 6 лет назад познакомились, и когда у него стал вот этот вот острый вопрос квартирный, значит, есть вариант, что я бы давала деньги. Я финансово более благополучна, я бы давала им деньги на съем жилья, и второй вариант был, который я не хотела, я дала ему возможность дослужить. Он, у него была мысль, говорит, мне как-то стыдно, что ты финансово нам помогала, а я все эти годы финансово им помогала, ну, мне не стыдно, например. Ему было стыдно, он хотел бросить работу и пойти куда-то там, не знаю, там в офис скрепки продавать. А я не хочу, говорю, чтобы мой муж скрепки продавал, говорю, я горжусь, что ты работаешь в МЧС, и ты людям жизнь спасаешь и так далее. А вот я дала возможность дослужить, и вот освободилась без моего влияния квартира. А так бы я не хотела, чтобы он ходил со службы, я бы давала деньги на съем жилья. Объективно сейчас такая ситуация в стране, да, что, ну вот, он закончил служить в МЧС, несмотря на должность, несмотря на погоны. Ну, это небольшие зарплаты, правда. То есть, если бы не было меня, они с Настей бы, не то чтобы квартиру бы себе не сняли, но им бы хватало на питание и на секонд-хенд, вот откровенно. Я человек вообще не жадный, тем более, когда это речь идет о близких людях. Кстати, Костя, Настя объясняет, что, Настя, вот все, что на тебе надето, это куплено за Вики на деньги. Поэтому вот то, что ты к Вик там плохо относишься, это, ну, может быть, не очень правильно. Это не упреки, это именно вот, когда она повзрослела, вот сейчас, вот он начал все это объяснять ей. Она, когда приехала в училище, она в Одессе сейчас, в общежитии живет, я эту квартиру, кстати, не сдаю, не продаю, потому что она, когда придет на каникулы, ей нужно где-то жить. Понимаете, абсурдная совершенно ситуация. Костя пару раз Насте сказал, что вообще то, что ты ешь и то, что на тебе надето, это благодаря Вике. Он сказал ей пару раз, исключительно в тех моментах, когда она где-то уже сильно перешла границы. Это было сказано, кстати, не при мне. Это он мне потом пришел и пересказывал эти разговоры. Я ему говорила, что, Костя, ну, не нужно упрекать. Он говорит, нет, нет, ни в коем случае это не было, типа, как упрек, что, типа, ты Вике что-то должна, просто, говорит, я считаю, что она должна знать об этом. Однозначно девочка растет. Однозначно, если вы говорите о том, что вы с ней выстраиваете правильные отношения. Ну, говорю, как есть. Более-менее, да, более-менее. Как могу. Ну, да, с вашей стороны. Это более-менее правильные отношения. Папу она знает всю жизнь таким, как она его знает, ничего не поменялось. Понятно, что девочке тяжело пережить вот это состояние, когда мама была, но она была плохая, теперь появилась другая женщина. Любой подросток, даже если бы не было мамы, все равно любой подросток это переживает болезненно. Тем более... Вот Костя даже говорит, а ты можешь на Вику... Это не так произошло. Костя как-то начал в ее присутствии, мне говорит, там, мама Вика сделала то-то, мама Вика сделала это. Я увидела негативную реакцию. Пытается приручить ее, да. Я увидела негативную реакцию Насте, я Костю отвела в комнату. Говорю, Костя, больше этого не говори. Ты же видишь ее реакцию? Не надо. То есть я еще Костю одергиваю, чтобы он не давил на нее, понимаете? Ну, вы должны понимать, что в данной ситуации, вот то, что я услышала и то, что я увидела сейчас здесь, из того, что вы рассказали, вы понимаете, что Настя в вашей семье жилец временный. Во-первых, потому что это девочка, она выйдет замуж и уйдет. Во-вторых, потому что ей уже 18 лет, ну еще 3-4, ну 5 лет максимум, она все равно уйдет. Значит, у вас сейчас есть квартирная проблема, есть определенные финансовые такие зацепки, которые, ну, для вашей будущей семьи должны быть учтены. Вы понимаете, ведь мы-то становимся не моложе, а старше. Это нужно учитывать. И с возрастом нам хочется, вот как вы сказали, там какой-то домик свой иметь, да, вот нормальное состояние, да. Нам хочется какого-то уюта, какого-то покоя, какой-то стабильности, что совершенно непонятно молодежи. Поэтому говори сейчас о том, что я не могу продать эту квартиру. Вот у вас есть своя мечта. Вы еще молодая женщина, совсем молодая. У вас есть своя мечта продать ту квартиру, добавить деньги и построить себе домик, чтобы можно было выезжать. Я вас очень могу понять. Ну, это не совсем мечта. Смотрите, по поводу моего ребенка. У него органика. Он молодец, я ему горжусь, он чудно-замечательный. Но я не знаю, что будет, когда он закончит интернат. И мне дом нужен для того, чтобы пока ему 13 лет, я ему дала лопату в руки. Чтобы он научился, да. По поводу молодых, нам с Костей уже под 50. Ну, для меня вы достаточно молоды. И у нас тоже как-то хочется еще самим пожить, поэтому вот нужно построить дом, нужно довести его до ума и с лопатой научить Андрюше общаться. То есть у вас есть, первое, жизненные цели, причем единые с Костей. Да. У вас есть жизненные цели. У вас лично есть смысл жизни, вы понимаете? Потому что ваш ребенок – это ваш смысл жизни. Конечно. То есть вы хотите его поднять, чему-то научить, чтобы хотя бы самое элементарное, когда вы будете уже более, допустим, старше и, может быть, в чем-то будете более немощны, чтобы он мог обеспечить хотя бы самый минимум себе. Себе, да. Себе, совершенно верно. Партошку. Да, да. Я в этом работаю, поэтому я это очень понимаю. Поэтому у вас есть хорошие как бы задачи и задатки сформировать вот эту ячейку семейную для того, чтобы потом жить. И тут возникает вопрос. У вас есть квартира. Что вам мешает ее продать и осуществлять цели? Я сейчас хочу что-то подсказать. Еще на минуточку. Я хочу кое-что подсказать. Девочка учится в Одессе. Да. Девочка взрослая. Вы выстраиваете правильные отношения. Жизнь их подкорректирует. Иногда нам нужно позволять делать такие шаги, которые, может быть, даже будут ошибочными, но они дадут большую пользу или большие выводы принесут, если, например, тот или другой близкий человек окажется в таких условиях. Например, вы можете продать квартиру и заняться тем, чем вы хотите заняться. Потому что от этой квартиры, от этого финансового как бы объема зависят дальнейшие жизненные цели и реализация жизненного смысла. Мы говорили, да? Даже необходимости жизни. Совершенно верно. Необходимость. А вот девочка, значит, сейчас возникает вопрос. Первый у вас вот это желание, оно ограничено с болью, потому что вы хотите это сделать. Это такое душевное страдание. Ну, не боль физическая, да? Душевное страдание. Я хочу это сделать. И это очень хорошая такая цель, потому что это жизненная цель. Смысл жизни. А с другой стороны, у вас есть проблема, как же выстроить взаимоотношения с девочкой, чтобы остаться друзьями. Смысл жизни под одним потолком. Если придется, добавляйте. Если придется. Вы понимаете, Вика, вам нужно думать об этом. Если придется. Поэтому, если, например, вы продаете квартиру, так? Девочка учится в общежитии, живет в общежитии, учится в Одессе, да. Значит, первый вариант. У нас очень много сейчас сдается квартир. Посуточно их можно снять на месяц, на неделю, на две. Это если я приехала на каникулы и пожила. Для того, чтобы обеспечить просто комфортную жизнь вам вдвоем с Костей. То есть вам хорошо вместе. Это так редко сейчас бывает. Тем более, вам же не по 25. То есть это так редко бывает, когда просто хорошо двум взрослым вместе. Тем более, у вас есть ребенок, о котором нужно заботиться. Я так думаю, что Константин нормально это воспринимает, да? Конечно. Вот. То есть это, ну, как бы благословенная такая ячейка формируется. Да, приедет девочка. Снимите ей какую-то квартиру на две, на три недели, на месяц, если она приедет на каникулы. Если она приедет и будет жить, значит, соответственно, снимите ей какую-то квартиру. Вы же сами говорите, я могу снимать квартиру. Но будете снимать квартиру по возможностям, по своим финансам, такую, какую сможете. А если она захочет лучше и больше, она должна строить жизненные планы и, соответственно, думать о своем будущем. Вы понимаете? И тогда у вас получается реализация. Мало того, если вы не сможете снять квартиру, она придет и будет жить с вами под одной крышей. Какое-то время. Я недаром добавляю какое-то время. Почему? Потому что со своей стороны у вас хорошие отношения с Константином. И хорошие отношения внутри семьи. То есть вы, Константин и ваш мальчик. Как его зовут? Андрюша. Андрюша. То есть Константин, Андрей и вы. У вас хорошая ячейка получается. Приедет к вам девочка. Она попадает в хороший климат. Это я вам говорю как специалист со стороны. Она попадает в хороший климат. У вас внутри правильные взгляды. То есть как бы я дала, хочешь кушай, не хочешь не кушай. Я знаю, что тебе нравится моя еда. То есть как бы у вас внутренняя позиция правильная. Ей понравится, она будет жить. Ей не понравится жить под одной крышей, потому как вам нет возможности снимать квартиру. Она должна будет думать о своей самостоятельной жизни. Обратите внимание, и в первом, и во втором варианте мы выходим на одну и ту же задачу. Девочка или согласится с таким стилем жизни, или вынуждена будет думать о своей дальнейшей жизни. Хоть в том, хоть в этом случае. Потому что там вы будете снимать ей квартиру не на липках. Ну вы понимаете, за полторы тысячи, например, долларов в сутки. А вы снимете ту квартиру, которую вы можете снять. Это, вероятнее всего, будет небольшая однокомнатная квартира, может быть, даже гостинка. Может быть, даже с очень скромным ремонтом. Главная цена, адекватная цена, которую вы вдвоем сможете платить. И вы должны об этом думать. Если вы хотите иметь хорошего мужа до конца своей жизни, то вы должны все-таки вместе скидываться. А если ей не понравится такая квартирка, или в таком месте, или в этом доме, или в этом районе, она вынуждена будет, мы опять приходим к решению, решать свои задачи сама и готовиться к взрослой жизни. Ну вот смотрите, когда у нас я заканчивала 9 класс, и Костя начал нервничать, а что делать дальше, идти в 10-11 или какое-то там училище и так далее. Был тогда вариант поступить в медицинское, она категорически отказалась, просидела 2 года, непонятно для чего. В результате она не смогла сдать. Мы с Костей это тогда понимали, тогда ей говорили, но мы разрешили ей 2 года посидеть, ничего не делать. Да. А в результате она все равно поступила в это морское. Почему не могу продать квартиру и строить дом? Потому что она пришла из рейса, вот сейчас она закончит. Ей надо сделать вот такой пакет документов за несколько тысяч долларов. Понимаете? Отправить ее в море. Она вернется из рейса. И для того, чтобы заключить следующий контракт, ей надо какое-то время опять же где-то жить и хранить все свои вещи. Понимаете? Если я сейчас продам... Смотрите, Костя сейчас без работы. Когда она идет, я не знаю. То есть вот на тот момент, когда он работал, я бы снимала квартиру, а он бы жил бы с ней за свою зарплату. Вот в тот момент. Сейчас у него нет ничего. И когда эта пенсия привычная на фоне других, но она не решает этих вопросов вообще. И если я продам квартиру и начну строить дом, у меня точно не будет денег снимать ей квартиру. Ну потому что дом, вы понимаете, это не 2 рубля. Да, Вика, вы понимаете, вы сейчас пытаетесь простроить все шаги очень далеко. Не забывайте, я снова хочу вам напомнить, девочке 18 лет, она может уйти в первый рейс, с кем-то познакомиться, вернуться и с кем-то жить. Это первое. Это первое. Поэтому, ну, я бы вам посоветовала не все брать в свои руки, а еще надеяться на Бога. То есть все-таки мы все под Богом. Мы христиане, мы молимся, мы хорошо себя ведем. То есть вы сейчас пытаетесь все-все спланировать, а вот уже когда не получится, господи, а что же делать? Нет, в самом начале нужно об этом подумать. То есть вы все-таки еще молодые ребята, и вы сильно далеко планируете. Но жизнь показывает, и опыт жизненный показывает, что иногда совсем по другому сценарию мы идем. Хорошо, а вы допускаете момент такой, что никогда не будет этих очень теплых отношений. Но при этом вы не будете врагами. И со временем она постепенно будет, она будет становиться взрослее, она будет что-то, может быть, даже у вас спрашивать. Вы будете встречаться, вам будет хорошо. Вы допускаете такую вещь? Вы, смотрите, я ни разу не сказала, что я жду от нее любви. Я как раз хотела с ней иметь просто хорошее отношение. Я даже не позиционировала себя как мачеха. Ни разу. То есть я никогда не давала советы. Если я видела какие-то там огрехи, я Костянушка говорила, Костя, скажи, Настя, уже надо здесь. Все. И Костя приходил, и Настя, понимаете? То есть я никогда в открытую конфронтацию с ней не входила. Так, то есть конфликта нет. Никогда. Открытого никогда. Настя имеет отдельное жилье. Тыл имеет. Так, рано или поздно она уйдет в плавание, ну, будем надеяться, закончит, поступит, уйдет в плавание, потом будет как-то так дальше продолжать. Вот в этом русле жизнь, девочка, которая встретит кого-то в жизни, потом и так далее, да. Я вам уже сказала, что через какое-то время, ну, где-то вот после 20 лет, 23-25, она станет другая, и она вполне адекватно будет с вами общаться, что-то рассказывать. Вы будете собираться за семейным столом вместе. Какую мы сейчас задачу решаем? Мы сейчас задачу решаем у вас лично, Вика, есть высокая планка, но я хочу максимум, я вот, вы только что мне сказали, я вот ребенку своему столько сделала, я хочу, и чтобы ей помочь, и ей сделать, и чтобы на нее оказать доброе влияние. Хорошая цель? Ну, не то чтобы доброе влияние, я вижу, как... Ну, что вы хотите для нее? Вы хотите, чтобы она стала лучше, вы хотите ей помогать, что конкретно? Нет, первое, чтобы она перестала видеть во мне врага или конкурента по отношению... Она перестанет через годы, она все равно его видит. Да, это раз. Сто процентов. Ну, смотрите, я же взрослый человек, я же понимаю, что вот эта ситуация с мамой не прошла для меня ударом. Это видно, это очень... То есть вы хотите помочь ей восстановиться. И в этом смысле тоже. Но если она не хочет, что тогда делать? Смотрите, она выбрала себе профессию работы с людьми. Если ты сам себя не любишь, и вообще ты не сможешь других людей любить, да, а это сфера обслуживания. То есть ты будешь нервна, ты будешь гробить, хромить и так далее. Это все закончится первым плаванием, и она придет, будет здесь на лотке помидоры продавать, и я буду ее кормить. А я не хочу. То есть я с вами согласна, что в сфере работы с людьми нужно меняться. Да. Вы не знаете, как она пойдет. Вы понимаете, по сути дела, мы сейчас говорим о каком-то формировании тревожности. Вика, стоп. Вика, я вас очень прошу, стоп. Я сейчас со стороны. Вы понимаете, мы с вами говорим о квартире, давайте сделаем так. Нет, это не подходит. Мы говорим о своем отношении, давайте сделаем так. Нет, это не подходит. Я просто... Вы грамотная, здравомыслящая женщина, с которой интересно общаться, причем молодая, заметьте. Я снова и снова говорю об этом. Которая правильно построила отношения. Но сейчас я начинаю говорить о том, что все-таки фактор тревожности есть. А вдруг, конечно, а вдруг, когда она поступит, поедет, и там она получит плохой опыт, и потом вернется, и больше ее никто не возьмет, и я ей вот зачем об этом... Откуда у меня такие мысли? Я с ней живу шесть лет. Ну, не с ней, а рядом с ней я живу шесть лет. Я же вижу, как это все идет. И поэтому меня этот вопрос... Смотрите, я не пришла к вам два года назад, три года назад, да? Когда у меня была еще какая-то надежда, что я с Анастасией Константиновной выстрою отношения, все будет хорошо. А теперь, когда я стукнула 18, я понимаю, что авоз и ныне там, а ей, понимаете? Если вы, Вика, выстроите очень четкие, я бы сказала, границы с ребрами жесткости, то вам не придется ее кормить, когда она будет торговать помидорами на лотках. Не придется ее кормить. Если вы выстроите четкие границы со своей стороны, если вы не будете постоянно под нее подкладывать руки, потому что вот то, что вы сейчас делаете, просчитываете на несколько шагов вперед. У меня совершенно адекватное и объективное мнение, потому что я не заангажирована родственными эмоциями. Вы согласны с вами? Да, да. Это факт. Поэтому, исходя из всей нашей беседы, я сейчас могу просто сказать очень четкий вывод. Если вы сейчас поставите четкие границы, кто за что платит, у вас есть задачи и цели, следуйте своим задачам и целям, они хорошие. Но если вы будете все время под Настей подкладывать руки, вы будете с ней возиться до гробовой доски. Ребенок будет самостоятельным, а с Настей вы будете возиться. Она будет выходить замуж, бросать мужей, приходить к вам, оставлять вам детей, потому что вы все время на 10 ходов вперед, на 6 шагов вперед просчитываете все. А если она вернется, ей же нужно где-то вещи оставить. Да, она поедет в первое плавание, получит негативный опыт и будет делать выводы. И будет учиться. А если не будет учиться, она должна думать дальше, потому что она взрослая, самостоятельная девочка. Да, у нее сформировался характер, как бы специфически травмированный. Жизнь лечит. Снова могу сказать, доверьтесь Богу. Жизнь лечит. Потому что сейчас я вижу то, что у вас развивается именно вот такое состояние тревожности. А вдруг так, а вдруг так. И это все же потом мне. Нет. Если вы сейчас поставите правильные границы по отношению к девочке, вы с ней обращаетесь корректно. Да, я вижу корректно. Вы за ней ухаживаете. Вы всегда ей поможете. Вы всегда сможете принять ее, чтобы поговорить с ней и дать совет. Но не более, потому что она уже взрослый человек. Потому что те родители, которые постоянно поддерживают и на руках носят своих детей, подкладывают в любой ситуации стрессовые руки под них, то эти дети практически неудачники. Наши дети должны научиться жить самостоятельно и решать задачи самостоятельно. Я вам об этом немножко раньше сказала. Отношения в семье – это очень важный момент, особенно между мужем и женой. Почему? Особенно если это родители, и у них есть дети. Дети вырастают. Они потом будут повторять модель семьи, модель отношений семьи. Поэтому очень важно взрослым людям больше обратить внимание на построение своих отношений, нежели как бы подчинение и подавление уже вырастающих детей. Потому что дети так или иначе вырастут, и они так или иначе выскочат и будут иметь свою какую-то жизнь и свой определенный опыт. Поэтому я сегодня и предложила Вике немножко отпустить. Это не имеет значения, что она мачеха, а то падчерица, то есть не родная мама. По-любому, даже наших родных детей, биологически родных детей, даже в благополучном браке, все равно нужно иногда немножечко отпускать детей, чтобы они пробовали самостоятельную жизнь. Я очень часто повторяю такую фразу, что нам нужно разрешать нашим детям, взрослым, делать ошибки вплоть до роковых. Мы не можем все за них сделать, мы их всему научили, но вместо них мы не можем прожить жизнь. Да, это нормально. Помочь и дать путевку в жизнь. А дальше девочка сама. И если она вернется и скажет, вот, меня уволили, да, пожалуйста, здесь образовывайся. Ищи дальше, думай. А мне не за что жить. Пожалуйста, иди снимай квартиру. Нет, ну нет. Ну дадите ей какую-то гостевую комнату в своем частном доме. Предусмотрите. Гостевой. Сейчас все, которые строят, даже маленькую дачечку, маленький частный домик, сейчас нормальное понимание. Это один гостевой номер сделать в доме. То есть там, где есть комнатка, душик, и человек может в гости приехал к вам, и он сам, он не ходит через ваши все апартаменты, он отдельно. Сделайте гостевой домик. На короткое время сказать, я могу пока тебя вот здесь, но тебе нужно в ближайшее, я могу на два месяца тебя пустить. А через два месяца у меня здесь будет другой человек. И вы найдете того человека, который приедет и займет ее место. А она должна думать дальше. То есть, если сейчас я хочу все-таки подытожить наш с вами разговор, потому что мы прошлись с вами, очень серьезно прошлись, и по квартире, и по образованию, и по тому, и по отношению, вроде бы как все осознанно и правильно. Но теперь со стороны мой взгляд заметил, что есть как бы вот такой фактор тревожности. И от этого я выстраиваю на 6-10 шагов вперед все, что угодно, чтобы только Настя была благополучна, чтобы мне было спокойно. Но от этого хуже становится Настя, и 100% будет хуже вам. Поэтому сейчас нужно просто... Причем это не надо делать с Константином. Он нормальный человек, он хороший, он как мужчина, я так понимаю. Он нормальный человек, он выполняет свою какую-то домашнюю, может быть, работу. Он сейчас ищет работу, вы будете с ним жить достаточно успешно. Ваша задача сейчас самому себе, для себя лично, в своей голове выстроить четкие границы по отношению к девочке. Значит, она может жить, например, она может жить в квартире до тех пор, пока мои вопросы вот эти не решатся, и я не готова буду продать квартиру. Если я продам квартиру, значит, тогда я буду думать, вот когда поступит проблема, я буду думать, может быть, у меня на тот момент будет возможность снять комнату. Комнату! Даже снимают девочки, которые хотят приехать, они снимают комнату на двоих. Да, да. Вместе. И ничего страшного, и решают задачи. Ну, не могут родители помочь. То же самое здесь. А вы пытаетесь все сделать, только чтобы быть хорошей мамой. Пока она не повзрослеет и не поймет многие вещи сама, а она поймет все равно с возрастом, так или иначе. Ваша задача просто не испортить человека. Вот это сейчас очень важно. Вика, услышите меня просто как старшего человека, как профессионала, и как человека, который смотрит со стороны. Не испортите девочку тем, что вы под нее все время подкладываете руки. Это сейчас очень важно. Для себя лично поставьте жесткие границы. Вот это я делаю, а вот это нет. И как только у вас внутри появляется мысль, а если она сейчас... Стоп, Вика, стоп. Значит, я сделаю вот так. А дальше будем решать. Я не смогу, она взрослый человек, она должна решать сама. Все. Больше никаких обсуждений. В конце концов, она захочет, найдет маму. Если очень захочет. Смысл? Чтобы она и помогла переехать в ту страну. И все что угодно. То есть вот это уже будет новый виток. Вы понимаете? Я это вижу. Вот это будет новый виток, да. Вы стараетесь все время предусмотреть на несколько ходов вперед. Есть такая замечательная игра. Я рекомендую ее всем. Она очень хорошо развивает логическое мышление и именно логистику. Называется «Румикуб». Очень интересная игра. Я думаю, если вы запомните название, она хорошо развивает именно вот такое мышление по шагам. Вот туда отправляйте свою энергию. Рассчитывать. Там нужно в цифрах видеть, как ты реализуешь все ходы, но это все должно быть в голове. А вот здесь как раз не нужно. Здесь один-два хода. И в первую очередь в сторону своей семьи. Я себя так веду, потому что я прекрасно отношусь к кости. И потому что, понимаете, у меня у самой... Мне не нравится слово «больной ребенок», но пусть будет, да, у меня вот такой вот особенный ребенок. Особенный, да. Вот. Я как бы, понимаете, вот я так услышала, что типа я вот там все в своей семье, в своей семье, а Настя как бы где-то за бортом. А хочется, чтобы все вместе были, понимаете. Смотрите, я круглая сирота, да, я умру, у меня Андрюша останется один. И мне хочется... Вот сюда отправьте свою энергию. Да, смотрите, а если у нас с Настей получится нормальная семья, то я умру спокойно, потому что у Андрюши будет Настя. Нет, нет. Не рассчитывайте на это. Даже самые близкие, родные, братья и сестры не всегда готовы ухаживать за особенным человеком. Там не то, чтобы ухаживать, там просто нужно как-то как-то... Вика, если вы сейчас ее не достанете и не будете подкладывать под нее руки, из нее получится лучший человек, и она сможет потом, может быть, помочь. Может быть. Но я так думаю, что вы сможете после нашего разговора обратить внимание. Да, но у меня есть проблема. Да, но и здесь. А вот от этого нужно избавиться. Потому что вы боитесь. А вдруг кто? Смотрите, ведь Боженька говорит, что нужно людям помогать. Мне проще одну Настю на ноги поставить, понимаете, чем ходить и помогать незнакомым людям. Ну, вы понимаете, вы вот, простите меня, пожалуйста, вы вот прилипли к ней, а может быть, ей легче, когда вы не будете ей помогать, она повзрослеет. Вы понимаете, есть такой еще фактор, как медвежья услуга. Нам нужно не ловить рыбку, а научить ее ловить. А научить ловить рыбку наши дети должны делать иногда ошибки, вплоть до роковых. Но они тогда становятся самостоятельными. Вот вам этому нужно научиться. И это любовь. Это настоящая любовь. Сделать человека самостоятельным, а не все время подкладывать под него руки и все время решать за него задачи. Умение планировать – это, конечно, очень хороший навык. И это талант. Умение планировать, использовать свои ресурсы правильно. Но Вика немножко перегибает палку. Почему? Потому что она планирует выстроить на несколько ходов вперед, на несколько шагов вперед в случае развития любой ситуации. То есть у нее все схвачено. Она не предусматривает того, что жизнь во взаимоотношении с Настей непосредственно поднесет новые сюрпризы, которых Вика не может учесть. И именно вот эти жизненные ситуации, они учат человека и делают его взрослым. После разговора с психологом я услышала главную нить, которая прошла через весь разговор. И я об этом поговорю обязательно с Костей, что нужно отпустить Настю и заняться, в конце концов, уже построением нашей семьи. То есть вообще не касаться. Вот она как хочет, так и все будет. Я не могу таких решений по отношению к его дочери принимать без него. Я очень надеюсь, что он услышит психолога так же, как и я услышала, что вот у Бога свои планы на Анастасию, у Бога свои планы на меня, на Костю. И давай вот мы с тобой вдвоем, мы можем с тобой разговаривать и принимать какие-то решения, значит, мы будем их принимать. Настя – это уже практически взрослый человек, и пусть она сама как-то все это решает. Сможет ли она понять, что у нее формируется этот фактор тревожности? Я только думаю, что это будет только путем прохождения жизненных ситуаций каких-то. Тогда, может быть, она вспомнит о нашем разговоре, может быть, что-то еще раз ей скажет, что ты так переживаешь за всех, что ты тревожишься. И тогда она обратит внимание, что «а ведь когда-то ей сказали об этом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин